На 13 этаже у нас здесь должна была быть квартира, но до сих пор заехать мы не можем, к сожалению. Ильгам Гемодиев семьёй планировал отметить новоселье ещё в июле. Новая трёшка с чистовой отделкой, полученная по программе, соципотеке понравилась. За исключением лишь некоторых недочётов. Мы после осмотра квартиры сразу сказали, что недочёты мелкие, мы готовы заехать и уже жить, и устранять, когда уже будем жить там. Вот только процесс переделки квартиры явно затянулся, говорят люди. После почти трёхмесячного ожидания семьи обратились с коллективной жалобой к Рустаму Миниханову. И получили ответ – все недостатки должны устранить до 17 сентября. Вот только чуда не случилось. После 17 сентября мы звонили в госжилфонд и управляющую компанию. То есть госжилфонд и управляющая компания вообще не в курсе этого письма и не в курсе того, что кто тут, непонятно, что письмо было подписано Гелязов РР, что он установил сроки именно до 17 сентября. И даже кто работает на объекте, они также не в курсе этих сроков. На дату выигрыша стоимость квадратного метра у нас составляла 42 460 рублей. Поскольку всё очень долго тянется, мы, в общем-то, все опасаемся, что в окончательном протоколе у нас будет обозначена другая сумма. О проблемном доме в госжилфонде всё-таки знают. И сейчас подрядчик устраняет недостатки, на которые сами же соципотечники и указали. Мы всегда идём навстречу жителям. Если человек говорит, что я не имею возможности подождать, вот у меня не где жить и так далее, то мы можем ему предложить аналогичные квартиры в уже заселённых домах, которые у нас есть в наличии. В подвешенном состоянии оказались около ста квартир. И все они сегодняшнего дня взяты на особый контроль госжилфондом Татарстана. Анастасия Веселкова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.